Конкурс для журналистов по освещению тем, связанных с туберкулезом и способствующих снижению стигмы и дискриминации, улучшению поддержки людей, затронутых туберкулезом, был объявлен проектом ЮСАИД «Вылечить туберкулез» совместно с Минздравом и Национальным центром в Тезиатрии в марте этого года. Его цель – привлечение внимания общественности через СМИ к актуальным вопросам, связанным с туберкулезом. Ведь, как отметил директор Национального центра в Тезиатрии Мадамин Каратаев, несмотря на то, что за последние десятилетия Кыргызстан добился значительных успехов в борьбе с туберкулезом, он по-прежнему представляет собой опасность для здоровья жителей нашей страны. Нами действительно удалось снизить заболеваемость туберкулеза и смертность, но при этом не снижается заболеваемость его лекарственно-устойчивой формы. Кыргызстан по-прежнему входит в число 30 стран мира с самым высоким премием лекарственно-устойчивой туберкулеза. Именно поэтому контроль туберкулеза является важнейшей приоритетной задачей системы здравоохранения. Награды победителям конкурса были вручены на круглом столе. Аспекты освещения темы туберкулеза в СМИ. Результаты и перспективы, которые также организованы проектом ЮСАИД «Вылечить туберкулез». Спасибо ЮСАИД. В этом году объявили конкурс на лучшее освещение туберкулеза на средства массовой информации. Чтобы люди поняли, самое главное у людей – стигма. Когда есть туберкулез, значит, видите, постороняется, близко к этой семье не подходит, там оно заразное заболевание. В этом плане люди, значит, вот эта стигма – самый главный фактор, когда мы говорим, что не долечиваем или не выявляем. В этом плане я хочу выразить благодарность средствам массовой информации. Директор офиса ЮСАИД по вопросам здравоохранения и образования Мэрида Бойер также считает, что своей профессиональной деятельностью журналисты могут помочь сформировать более толерантное отношение общества к тем, кто страдает от туберкулеза и их семьи. Именно поэтому ЮСАИД поддерживает мероприятие для повышения потенциала журналистов. Вначале я сам думал, что туберкулез – неизлечимая болезнь. А после того, как получил много информации о туберкулезе, понял, что ее надо доносить до населения. И тут, конечно, роль СМИ большая. Если нас также хорошо обучать и по другим болезням, СМИ могут оказать хорошее воздействие на профилактику лечения и заботу о здоровье народа в целом. В результате живого и продуктивного обсуждения перспектив освещения темы туберкулеза в СМИ журналисты и участники «Круглого стола» инициировали обращение к своим коллегам, основываясь только на достоверных, доказанных наукой фактах, регулярно освещать тему туберкулеза.